все ребятули выкатываемся с отеля едем забирать документы немножко поближе поставили сегодня нашу машинку пакуем вещички на заправку и погнали дальше получили мы результаты 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 медицинского обследования и выезжаем домой ребят следующий у нас штрих это взять справку смотрел мы ее уже заказали через месяц провели месяц а потом самый главный документ который без него нельзя на собеседование их ждем дальше заказываем собеседование ближайшее время скорее всего это будет апрель месяц или может быть март проходим собеседование все нормально и принципе все можно брать билетик ехать работать хорошо нам показывает что ехать аж 8 часов потому что мы где-то подальше от этого от хайвея сюда показывала 7 а обратно 8 может быть там спереди пробки в общем тут сейчас наверно в центре просто им полчасика пока выйдем на главную дорожку просто красная красная пробочка старый киевские высотки советские дичу плиткой обложен я конечно такой штатах не наблюдал вообще никогда для меня это диковинка кто-то вы называет софт д а вот те два небоскреба метрополь смотрится как шикарно их еще строят еще не готовы значок значок как у майбаха кстати вот там сзади вот то здание это палац украина дворец украины если они что там 95 квартал выступает для сериала культовое место в киеве только что за загуглили палац украина но выглядит это очень неухоженно я скажу число реально как советский союз ресторан бульдог ресторан ешак я такого еще не слышал это даже не ресторан это чай хуна чай хуна ешак так же написано прикольно и нарисовано на входе ешак такой конкретный очень разная архитектура здесь вообще в киеве ооо ничуться как красиво ребят посмотрите на этот собор это прям как саграда фамилия в барселоне и а в шоке готический стиль и никогда в жизни не может киеве есть такое обалдеть слушай на киев конечно молодцы немножко приближу даже покажу красиво вау очень разная архитектура начиная от вот такого до савдепик такой себе продолжая вот таким красивым зданием ничего тогда все такое в плиточке как в риме каком-то и годика домашек и кому-то квартирка нужна в киеве на последнем этаже с видом звоните точу ужас можно все сделать красиво на сегодняшний день у нас курс доллара 11 февраля 2020 года 24 гривны 30 копеек а продажа 24 45 небольшая разница сразу видно живой город ходит куча людей кто куда мы направляемся в самое сердце города киева на улицу крещатика не знаю люблю большие города жил бы где-нибудь на крещатике с удовольствием а парочку во двор это нас идет сюда наш gps не знаю что будет парковка мы смотрим на обочине все запарковано как узенько узенько ребята разъезжаемся как-то так ох елки но с этим точно не разведать давай назад давай бро и вот не односторонний весь машина в сторону стоят другую так машин городе он не предназначен этот город вот честно для такого потока машины все просто все как можно так и запарковано и не уверен что здесь везде бесплатно вот но там где то здесь надо и ставить все закрыто выходим прямо на крещатик выезд подожди мы здесь и были в этой кухне не они другая ну похоже может быть их не филиал это авария или тормозори кого-то это авария или тормозори фуры ставишь ну я прыгаю на мульти коррекции под киевом тут есть киевом а что Опа, это разворачивается, думаю лучше я поеду назад Заскочил на моечку, сейчас помоем икса, такое после Киева грязнюще страшно А в этот раз я заехал уже, мне помоем, не надо самому корячиться Комоечка стоит здесь 120 гривен, еще и коврики помоют Почти финиш, ребята, смотрите, здесь в мойках в Украине протеряют потом трапочкой И еще потом чистят пороги все, все эти порожечки, все, человек делает Не на всех заправках, но на большинстве, и все это входит в цену Намыли, чистенькая, бешечка приехал на пылесоску Сейчас будем ее изнутри марафетить Завтра едем на лыжи, на драга брат Надо почистить, сделать, чтобы было идеально Коврики уже у меня помыли на моечке, чистюхоньки Осталось только пропылесосить Деньги пусть идут Смотрите, какой переход интересный сделали Человечка поставили, чтобы было заметно С одной стороны, с другой стороны Чтобы никого не сбить на пешеходе Мудро Вот куда все дерево, Скорпант девается Видите, ребята Швейцарская компания Это дело все под себя подминает Кошмар Вау Целый город, это склад древесины Ребята, всем прекрасного Доброго утречка Уже из дому Вот такое у нас солнышко сегодня сияет Вернулись мы вчера из Киева И сегодня я решил устроить денечек плова Набрали вчера хорошие баранинки в магазине Сейчас будем готовить обед Вот так вот на костре Несколько раз уже я пробовал так делать Мне очень понравилось Получается очень вкусный пловик Просто вообще пальчики оближешь Сейчас прокипятим кастрюльку Вернее, казанчик такой взяли Хороший Потом все это дело выльем Начнем жарить мяско Лучок Все нужные ингредиенты И через пару часиков Будет у нас уже готов пловик Вон тут вот Компаньон Помощник сидит Да, Нюся? Помогает готовить Накаляем масло до очень горячей температуры Это я один кусочек на пробу бросил Смотрю уже нормально Сейчас все остальное будем закидать мясо Обожаю готовить на улице, ребята Это просто шикардос Блюдо приобретает такой запах от дров Потом Неэмоверный И Более практично Ничего не пачкаешь на кухне Все на свежем воздухе Немножечко подбросил дров Чтобы сделать огонь сильнее Нужно мяско хорошо обжарить Потом вытащили Жали ему лучок И морковку Кстати, научился я это делать На ютюбе Раньше в жизни не готовил Ни плов, ничего Как-то захотелось плова узбекского Попробовал где-то я То ли в Харькове, то ли где На базаре Так, захотелось самому приготовить Думаю, дай-ка я посмотрю, как это готовится Глянул на ютюбе Собрал все ингредиенты Бац-бац И с первого раза у меня получился шикарный пловик Обжарили мяско Вытаскиваем мяско Чтобы легче было немножко нам Обжарить лук Закидываем вот эту кучу ручка сюда Масло Немножко обжарится Закинем туда морковочки А потом мясо И будем варить зирвак Зирваком называется Такой бульон На вот этом всем деле Варится, не знаю, около час Полчасика Ну, я так долго сильно не варю Это попроще Все, потом Посолим по вкусу И в конце уже будем кидать рис После этого чесночком приправим Чуть-чуть Приправку для плова Кстати, не знаю, хороший купил Брал в этом Сильпо Есть в такой магазин Такая приправа Вроде хорошая Доллар стоит Типа одна из дорогих Кидаем морковочку Привет-привет Дела good Куховарим Как у тебя дела Как шурпа В прогрессе Немножко обжарим Ну как, там немножко осталось Нормально Немножко обжарим морковочку Кидаем назад Мясо Данюся Помощник Трется Возле меня Подсказывает Что-то как Все Жарим морковочку Кидаем мяско Приправки Все остальное И так Все нормально Уже хорошо Прожарилось У нас И морковочка И лучок И мяско Время лить водички Заливаем водичку И варим бульончик В течении Получаса Немножечко перемешаем Подсолим Уже потом Сразу будет огонь Мне подкинуть Немножко больше Чтобы пошла жара И будем варить Вот такая сковорода И крышка Как раз От этого казаночка Накрываем Опачки И оно быстро Сейчас закипит У нас Немножко Подбросили Огонька Чтоб у нас было Теплее Под казанком Вот такой Бульончик Немножечко У нас так Тихо Кипит Потихоньку Главное Чтобы не сильно Набирается Соков Ароматов Следующая Уже У нас Партия Это будет Рис Следующий Этап Вкуснятина Сейчас Только на соль Попробую И закрываю Ещё на Минут Двадцать Неся Теплого Хочешь Уже Ходит Тут Бедная Туда Сюда Пахнет Но без Боржоми И семечек Плов У нас Не получится Конечно же Главный Ингредиент Нашего Блюда Это Рис Закидываем Я В основном Закидываю Рис Столько Чтобы Ещё Два Пальца Сверху Воды Оставалось Именно так Она и будет Так вот Аккуратненько Я знаю Там что Будет Шумовочкой Подливают Водички На меня Тут То что Надо Рис Рис Не трогаем Сейчас Накрываем Когда он Подходит Открываем Перемешиваем Вверх Только Немножко Там где Сырой Может быть Потенциально И опять Закрываем На минут Двадцать Полчасика Ну уже Там По вкусу Будем Пробовать На твёрдость И всё Буквально Полчасика Плош Наш Будет Готов Забыл Кидаю Ещё Немножечко Чесночка Вот так Вот прям Бам Бам Его можно Потом Повытаскивать В принципе Всё Многие люди Делают Просто Головку Берут Целую Надрезают Низ И вставляют Рис Ну я Делаю Так Накрываем Крыжечкой Чтобы У нас Запаривался Рисик И ждём 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 Я уже Проголодался Три часа дня Я ещё даже Не завтракал Представляете Какой у меня Будет аппетит Или какой Уже аппетит Особенно С этими Запахами Так Давайте Немножко Подкинем Дрова Дадим Жару Пылу Чтоб Наш Плов Готовился Так Посмотрим Что у нас Получается Ребята Немножечко Подходит Подходит По чуть-чуть Но воды Ещё Много Ждём Ждём О Это уже Немножко Лучше Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok